Где большая работа после напряженной паузы в двусторонних отношениях. Дипломатам поручено, как выразился Путин, приступить к разбору завалов. Там есть о чем говорить. Завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американские, настроены на то, чтобы искать решение. Во всяком случае, прошедшие российско-американские переговоры Путин назвал конструктивными, несмотря на существующие расхождения. В украинском вопросе стороны придерживаются минских соглашений. Тема вступления в НАТО обсуждалась лишь мазками, отметил президент. На пресс-конференции его просто не могли не спросить, обсуждалось ли в беседе резонансное высказывание Байдена, назвавшего Путина убийцей. Все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил. Мы объяснились. Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться. Это же его инициатива. Мы встретились. И, повторяю, разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден человек очень опытный. Это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно. Если вы меня спросили о том, каков собеседник и партнёр президент Байден, я могу сказать, что очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный. Это всё сразу видно. Но он вспоминал немножко о своей семье и так далее, о том, о чём мама с ним говорила. Это такие важные вещи. Пугать друг друга бессмысленно. Нужно садиться и разговаривать. Это Путин о так называемых красных линиях в политике. Спросили о том, можно ли Байдену доверять. Лев Толстой как-то сказал, в жизни нет счастья. Есть только зорницы его. Дорожите ими. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зорницы его, мне кажется, промелькнули. Кибератаки, в которых США обвиняют Россию, ещё один резонансный вопрос. При том, что именно из Штатов совершается большинство таких виртуальных нападений. Отвечать на запросы наших правоохранителей американцы не спешат. Вот, например, мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию в США. Знаем также, что компания вынуждена была заплатить 5 миллионов шантажистам. Часть денег, по моей информации, уже вернули из-за электронных кошельков, а часть нет. Ну, при чём здесь государственные органы России? Значит, мы сталкиваемся с такими же угрозами. В частности, например, на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации. И мы, конечно же, мы видим, откуда происходят атаки. Видим, что эта работа координируется из киберпространства США. Иностранных журналистов на пресс-конференции Путина едва ли не половина зала. Только вот складывалось ощущение, что вопросы им писали под копирку соблюдения прав человека в России. Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали. Свадьбу уничтожали. Раз и два. Допустим, это ошибка. Такое тоже бывает. Но расстрел из беспилотников или из вертолётов. Явно гражданских лиц в Ираке. Явно гражданских лиц. Это что такое? Ну, кто несёт за это ответственность? Кто убийца? Или по правам человека? Послушайте меня. Но Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему. Ни международному праву, ни американским законам. Ничему. А до сих пор существует. Тюрьмы, ЦРУ, которые были открыты в разных странах, в том числе и европейских государствах, где пытки применялись. Это что такое? Это права человека? О несистемной оппозиции блогере Навальном спросили дважды. Вы обязались прекратить нападки на оппозицию в России в отношении Алексея Навального? Вопрос по Алексею Навальному. Его фонд борьбы с коррупцией был объявлен вне закона. Был объявлен экстремистской организацией. И все, кто в нём участвовал, не могут избираться. Почему вы этого боитесь? И чего вы боитесь? Путин терпеливо, детально и подробно ответил. Каждому. Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы, такое требование возникло. Он не явился. Проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Я уже отвечал вашим коллегам, по-моему, в Синет, но, видимо, таковы законные жанры, что нужно сказать и прямо отвечая на ваш вопрос. Пожалуйста, я с удовольствием сделаю это ещё раз. В Соединённых Штатах принят закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определённые политические организации в России. В то же время объявили Российскую Федерацию врагом. Публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос. Какие же организации политические Соединённые Штаты и другие участники западного сообщества должны поддерживать в России, если они при этом ещё им и платят? Во многих странах происходит всё то же самое, что у нас. Хочу ещё раз подчеркнуть. Мы сочувствуем тому, что произошло в США, но мы не хотим допустить, чтобы то же самое происходило у нас. Финальный вопрос. Вроде бы должен был расставить все точки над «и». Журналистка из Канады попросила Путина пояснить её девятилетней дочери, зачем встретились лидеры двух стран. А потом затянула старую песню. Вам вопрос от моей девятилетней дочки. Я поехала в командировку, она спросила, что такое саммит, почему он такой важный. Что бы вы ответили девятилетней девочке? И почему молодые люди не могут ходить на митинги? Взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надёжным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты. Мне бы очень хотелось, чтобы и нашу сегодняшнюю встречу, уважаемые дамы и господа, вы освещали именно исходя из этих соображений.